99 заслуженных учителей России, всемиро преподавателей, награжденных за заслуги перед Отечеством, 302 почетных работника образования. Об уровне профессионализма педагогов в регионе говорят эти цифры. Кроме того, ежегодно высоких результатов добиваются рязанцы во всероссийских конкурсах различного уровня «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» за нравственный подвиг учителя. Но каждый из работников сферы образования уже совершает подвиг ежедневно, отдавая частичку своей души ученикам. Подчеркнул это в своем приветствии на торжествах, состоявшихся в Театре кукол, глава администрации города Рязани Олег Булеков. И мне кажется, что наивысшее предназначение учителя – воспитать такого ученика, который будет хоть чуть-чуть, хоть на капельку, в чем-то лучше своего учителя. И чтобы он был благодарен своему учителю, который вложил в него титанический труд. И я хочу в канун вашего праздника пожелать вам талантливых и благодарных учеников. Лучшим работникам образовательных учреждений областного центра глава администрации вручил награды и ценные подарки. Труд, терпение и самоотдача. Главное, что объединяет всех, кто присутствовал в зале. Ну, к этой стезе ей 20 лет. А выиграла, потому что люблю творчество, люблю детей. В душе всегда себя считал учителем, ну и, собственно, мама тоже была учителем. 43 года проработала в школе. Я всегда любил учителей, всегда считал их, ну, какими-то великими, божественными. Поэтому сегодняшний день поздравляю всех с этим замечательным праздником, всех наших дорогих педагогов. Прежде всего, желаю здоровья, хороших учеников, всего самого доброго. Всего в системе образования города Рязани работает 5875 учителей. Из них в дошкольных учреждениях 2501 педагог. В общеобразовательных более 3000 специалистов. В учреждениях дополнительного образования 364 преподавателя. Как отметил глава города, в регионе активно проявляется инновационный потенциал учителей. Рязанские педагоги составляют авторские программы, новые учебно-методические комплексы, а также внедряют современные образовательные технологии в учебный процесс. Продолжение следует...